Уважаемые товарищи, коллеги, я приветствую участников военно-практической конференции, посвященной итогам военной операции в Сирии. Разумеется, мы сегодня будем говорить, вы знаете об этом уже, не о каких-то политических результатах, будем добиваться их на другом поприще, на дипломатическом. Сейчас проходит конференция соответствующая в Сочи, вы знаете. Сегодня поговорим о том, как мы применяли новейшие системы вооружения и техники. В этом зале руководители Министерства обороны, представители оборонно-промышленного комплекса нашей страны, а также военнослужащие, которые в реальных боевых действиях применяли авиационную и другую технику, отслеживали цели на командных пунктах, комплексах ПВО, проводили пуски ракет. Считаю такую встречу исключительно важный для работы над перспективным развитием армии и флота. Уже говорил нам, нужно самым тщательным образом детально проанализировать, как показали себя в разных ситуациях наше вооружение и техника. Мы делали это уже, говорили с вами, со многими здесь присутствующих на совещаниях, в том числе на таких комплексных совещаниях в Сочи. Но сегодня проведём такой более глубокий, более широкий анализ. И сделаем это предельно честно, откровенно, не оглядываясь ни на какие авторитеты. Нам нечего бояться. Мы должны вскрывать любые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Только так мы добьёмся окончательного нужного нам результата по качеству. Если сегодня закроем глаза на какие-то недостатки, то завтра это, безусловно, скажется на боевом потенциале вооружённых сил. А мы должны, наоборот, опираясь на полученный опыт, постоянно совершенствовать возможности наших вооружений, создавать новые перспективные образцы техники. Разгром хорошо оснащённых группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота. При этом ход операции показал традиционную надёжность и эффективность российского оружия. По данным Минобороны было применено 215 современных и перспективных видов вооружений, а также большинство образцов, используемых уже сейчас в войсках военной техники. И в целом они подтвердили свои высокие характеристики. Положительным оказался первый опыт боевого применения высокоточного оружия большой дальности, воздушного и морского базирования. Прежде всего, речь идёт о ракетах «Калибр», ну и о менее известных широкой публике нашей ракетах Х-101. Также впервые в боевых условиях были использованы самолёты стратегической авиации. Достаточно хорошо, если не сказать достойно, справились с поставленными задачами оперативно-тактическая авиация и беспилотные аппараты, а комплексы ПВО С-400 и «Панцирь» совместно с истребительной авиацией обеспечили превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве. Был налажен чёткий контроль над ситуацией в небе всего региона, в котором, как вы знаете, работали сильные авиационно-космические группировки целого ряда государств. Слаженно действовали и силы военно-морского флота. Корабли и подводные лодки наносили по позициям и инфраструктуре террористов точечные и концентрированные удары. Кроме того, в боевых действиях впервые участвовали самолёты корабельной авиации Су-33 и МиГ-29К. Особо отмечу, что за всё время проведения операции на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус бывали более 1200 представителей от 57 предприятий оборонно-промышленного комплекса, научных организаций. Благодаря их работе были оперативно устранены 99% всех выявленных неисправностей военной техники и вооружений. Здесь коллеги присутствуют, знают, что у нас в ходе того, как эти недостатки выявлялись, иногда совсем неожиданно выявлялись. Мы в ходе наших встреч говорили, как бы это сказать, выразиться так вот корректно, но не лакировали ничего. Говорили очень конкретно всегда и иногда эмоционально. Но сегодня я, пользуясь случаем по результатам всей нашей такой работы, хотел бы поблагодарить вас, всех ваших коллег, всех работников российского УПК, инженеров, специалистов рабочих профессий, конструкторов за ваш труд и за ваш вклад в укрепление обороноспособности страны, за важнейший вклад в успех антитеррористической операции в Сирии в обеспечении обороноспособности России. Обязательно подумаем над тем, как отметить лучших работников отрасли. Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности российская армия сегодня одна из ведущих армий мира. Причем по ряду систем вооружения нам нет равных. Не нужно здесь, безусловно, где-то в облаках летать. Мы прекрасно с вами понимаем и знаем, как развиваются вооружения в других государствах. Поэтому здесь никаких иллюзий быть не должно. Мы должны всегда быть на шаг впереди. Для того, чтобы обеспечить такое развитие вооруженных сил, нужно над этим постоянно напряженно работать. Причем работать вот так вот совместно. Я уже об этом говорил. Хочу еще рассказать. В Сирии проявились и недостатки некоторых образцов оружия и техники. Об этом говорят и данные объективного контроля и отзывы наших военнослужащих, непосредственных участников боевых действий. Прошу тщательно изучить эту информацию и провести оперативные корректировки процесса серийного производства. Об этом мы с вами тоже неоднократно говорили на наших встречах. И при необходимости организовать дополнительные исследования, неиспытания и опытно-конструкторские работы, чтобы довести до нужного уровня образцы техники. По некоторым видам вооружения, по некоторым образцам техники это уже сделано. Я знаю об этом. И хочу вас за это еще раз поблагодарить. Сделано оперативно в ходе напряженной совместной работы. Но сделано. Нужно это сделать по всей номенклатуре. Прошу руководителей Министерства обороны, генеральных конструкторов и представителей предприятий УПК держать этот вопрос под постоянным контролем. Обеспечить в этой работе четкое взаимодействие. Уважаемые участники конференции, все последние годы мы планомерно выполняли программу перевооружения армии и флота. Сейчас доля современных образцов вооружений составляет почти 60%, 59,5%. Практически вся техника в парках и на базах находится в исправном состоянии. Это вот по данным Минобороны 94%. Теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед. На решение этой задачи направлена принятая недавно государственная программа вооружений до 2027 года. Речь в том числе идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения. О формировании в УПК мощного технологического задела, на котором будет строиться армия будущего, мы постоянно с вами говорим. Наши конструкторские научные школы не раз демонстрировали способность предлагать решения, которые на годы, даже на десятилетия, опережали лучшие зарубежные аналоги. Достаточно вспомнить работы Королева, Курчатова, Сухого, Туполева и других выдающихся ученых. И сегодня, в эпоху бурных технологических изменений в мире, нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере. Мы можем это сделать и обязательно сделаем это. Это позволит не только оснащать нашу армию и флот передовыми вооружениями, но и развивать военно-техническое сотрудничество с другими государствами, укреплять позиции России на мировом рынке современных технологий и оборонных, и гражданских. И в заключение хочу еще раз поблагодарить всех присутствующих в этом зале военнослужащих, участников операции в Сирии. И, конечно, представителей, как я уже говорил, нашего оборонно-промышленного комплекса. Давайте перейдем к работе. Спасибо большое за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...